Украинская победа Украинская победа Украинская победа Украинская победа Украинская победа Украинская победа Я абсолютно точно знаю, что у генерала Залужного точно есть книга Клаузовица, которая называется «О войне». Вот таким вот способом я хочу перейти к четырем стратегиям успеха Украины в этой войне. По причине того, что даже в XXI веке книга Клаузовица, писавшая в XIX веке, и те принципы, и те задачи, и те способы, которые упоминаются в книге о войне, актуальны и сейчас. Ключевое в этой книге, я, наверное, в тезисах скажу, генерал Залужный, наверное, сказал бы это лучше, Клаузовиц говорит о том, что война есть продолжение политики иными средствами. Наверное, от этого нужно отталкиваться, обсуждая, какой будет война, когда она закончится, какой будет наша победа, и что будет считаться нашей победой или победой Российской Федерации. Второе, о чем говорит Клаузовиц, о том, что война – это есть акт проявления силы с целью заставить противника подчиниться своей воле. Это очень важное слово, потому что в последние дни актуализировалась тема возможного ядерного удара или возможного неконвенциального использования вооружений Российской Федерации. Ключевое слово – заставить противника. И мы тоже об этом будем говорить, а возможно ли заставить Украину принять условия, которые нам навязывает Российская Федерация. Третье, о чем говорит Клаузовиц, это так называемая теория Троицы в войне. О том, что войну можно выиграть, когда война… Давайте так, война – это прежде всего население, это вооруженные силы и государственное управление. То есть население должно понимать правильность, неправильность этой войны, вооруженные силы должны, кроме тактики и стратегии, должны понимать морально, неморально эта война. И государственное управление – это широкий спектр поклазывается, начиная от международной поддержки и заканчивая, в принципе, сбалансированностью и несбалансированностью госуправления страны, ведущей войну. И об этом мы тоже поговорим, обсуждая третий аспект нашей победы. Ну и ключевое, так называемый вертикальный континиум у Клаузовиц – это когда единство в войне между политикой, стратегией и тактикой, или целью, способами и средствами, так называемый план войны. И этот континиум, он не является слоеным. Континиум подразумевает полностью создание единого цельного монолита этой войны, когда политика в отношении войны перетекает в стратегию, и стратегия перетекает в тактику. А теперь поговорим о четырех составляющих. Как вы верно заметили, на прошлом эфире я озвучил, на мой взгляд, четыре ключевых аспекта, почему Украина в этой войне побеждает, победит, и что ей потенциально может помешать, и над чем работают наши враги, оппоненты, чтобы разрушить украинскую победу. Первое, что Украине помогает в этой победе, это слабость, неподготовленность российской армии и российского военного руководства. Второе, что помогает Украине в этой войне, это сила и стратегическое мышление украинской армии и украинского народа в этой войне. Третье, что помогает нам в этой войне побеждать, это внутренняя стабильность и внутреннее принятие этой войны как неизбежность и необходимость сгруппироваться для противодействия агрессии. И четвертое, что нам помогает в этой войне, это международная западная поддержка, политическая, военная и экономическая. Теперь давайте перейдем, если вы позволите, к конкретным фактам и цифрам, которые, надеюсь, убедят, либо оставят под сомнение нашу аудиторию эти тезисы. Будем идти по тезисам или будем в общем говорить? А как вы считаете, мы можем говорить о тезисе, я думаю, что можно разбить эфир вот буквально на несколько вот таких слоеных пирогов, чтобы мы, потом будет какой-то summary, где, наверное, будет более картинное. Давайте на слоеные пироги, это всегда вкусно. Я не зря говорил о Клаузовице, где война это все-таки набор тех компонентов, о которых мы уже не буду повторяться. С чем российская армия вступила в войну с Украиной? Прежде всего, давайте подчеркнем, что отличие конфликта и войны у того же Клаузовица четко обозначено. Вот именно сейчас идет война, полноценная, большая война, впервые после Второй мировой войны. Российская Федерация, российская армия, как и большинство стран и военных армий мира, готовилась к так называемым полицейским операциям, к локальным конфликтам, либо к таким дисбалансовым военным операциям. Достаточно вспомнить, что за последние 30-40 лет мы видели такие конфликты, ну давайте их перечисляю, там Сирия, Афганистан, Кривославие, война России с Грузией. То есть эти войны не подозревали применение всех видов военных средств, техники, вооружений и такого массива солдат армий, техоборствующих. Это все-таки были, давайте назовем это полицейскими или подобными операциями. И российская армия пребывала в уверенности, что в Украину они зайдут вот такой, знаете, в кавычках освободительной полицейской миссией. И эта война в украинском понимании, в российской спецоперации, закончится быстро. Российская армия была не готова материально, психологически, управленчески к этой войне. Украина – это огромная территория, 40-миллионное государство на момент начала войны с действующей, возможно, не до конца укомплектованной, но при этом минимум 250-тысячной армией, которая умеет и знает, как обороняться за последние 8 лет. Оснащенная аэродромами, самолетами, системой ПВО и новым командованием, которое воюет с Российской Федерацией последние 8 лет. С чем вошла в эту войну российская армия? Российская армия вошла в эту войну с порядка 300 тысяч сухопутных войск, порядка 150 тысяч, насколько я помню. Это так называемые ВДВ и прочие специальные предвределения Российской Федерации. Это флот, как мы видим, это авиация, это так называемая, ну, авиация и военно-космические, скажем так, военно-космические войска. Понятно, что ракетные войска стратегического назначения стоят на боевом дежурстве, но при этом ракеты используются другими частями и предвределениями. Военная группировка Российской Федерации на границах составляла, по заявлению министра Резникова и оценке западных экспертов, от 160 до 200 тысяч. Это сопоставимо с тем, что украинская армия противопоставила российской армии в день начала войны. То есть, по факту, начало войны в соотношении частей и предвределений было один к одному. Любая тактика военного дела говорит о том, что наступление может быть успешным при соотношении наступающих один к трём. Это не было соблюдено, поэтому ожидать падения украинского государства и украинской армии в этой войне с точки зрения Российской Федерации было глобальным статистическим просчётом. Это о том, что они готовились не к войне. Это первое. Второе. За последние 30 лет правления Путина российская армия сжирала огромные финансовые деньги и ресурсы российских налогоплательщиков на поддержание мифической боеготовности. Я не помню сейчас точные размеры цифр, но чтобы вы понимали, содержание военно-морского флота Российской Федерации стоило больше, чем содержание всех сухопутных войск и ВДВ, на несколько десятков процентов. При том, что вся военно-морская флотилия в штате была в половину меньше, чем сухопутные войска. Деньги потрачены Российской Федерации на так называемое перевооружение, но из того, что мы видим сейчас, либо разворовывались, либо неэффективно использовались. Это второй фактор, с чем Российская Федерация вошла в эту войну. То, что мы видим сейчас на боли боя, то, что говорят военные эксперты, то, что говорят наши части предотделения на передовой, что сейчас происходит в войсках Российской Федерации. Первое. Это неспособность и неготовность российских офицеров, российского командования к ведению войны такого масштаба. Нет мотивации, нет понимания, нет опыта. То есть это не Сирия, это не Афганистан. Военные специалисты, которые помогают Украине воевать за свою независимость, говорят одну простую вещь, публичную. Это не Афганистан, это не Ирак. Интенсивность этой войны намного порядков превышает интенсивность тех конфликтов, которые принимали участие любые части предотделения современных вооруженных сил мира. Поэтому неготовность российских офицеров – это ключевое. Второе. Это отсутствие слаженности боевых предразделений и частей российской армии. То есть ракетчики не знают, куда стрелять, пехота не знает, куда наступать, танки не знают, куда ехать, а обеспечение не знает, куда подвозить. Это если упрощенно. Это про боевое согласованность действий. Негде было отрабатывать, некогда было отрабатывать. И тактика украинской армии в первые дни войны позволила уничтожить огромные ресурсы и резервы российской армии в первые месяцы сражениями. Третье. Это как следствие. Это отсутствие фактических средств связи. То есть это уже такие тактические мелкие вещи, но не очень сильно сказываются на боеспособности и на эффективности взаимодействия. То есть это отсутствие фактически защищенной связи между российскими предразделениями. Это ужасающее по своей устаревшести, устаревание, даже не знаю, банальные аптечки, госпиталя и все, что помогает военнослужащим выживать в этой войне. Что вносит, конечно же, в моральный дух частей предразделений. Нужный для Украины дисбаланс. Это отсутствие в Российской Федерации средств, аэроразведки, космическая разведка. То есть они, естественно, есть, но недостаточно для ведения подобной войны в тех масштабах, которые подразумевались этой войной. Ну и то, что часто пугали Украину тем, что российская авиация уничтожит, бомбит, разрушит, уши с ужасом, и у нас ничего нет. Российская оценка боеготовности российских частей, авиационной поддержки, ну то есть фактически авиавылеты и наличие самолетов, оценивала количество самолетов Российской Федерации боеспособных до 500. То есть это самолеты Су-35, Су-30, Су-25, единицы Су-57, из которых реально могли вылетать, держать боевые вылеты. Но опять же оценка российских экспертов, скептически относящихся к боеспособности российской армии, что не более 200-250 до 300 самолетов. Этого недостаточно. Чтобы вы понимали, войну в Ираке США вели 1800 самолетами. Сравните территорию Украины и территорию Ирака. При том, что система противовоздушной обороны Ирака и Украины несопоставимы. Украина по-прежнему осталась мотивированной, эффективной системой противовоздушной обороны, которая не позволяет российским самолетам, российской авиации чувствовать себя безнаказанным. Мы видим это по количеству сбитых самолетов. Когда некоторые российские завывающие эксперты кричат о том, что давайте разрушим мосты через Днепр, давайте разрушим ЖТ-сети и все остальное, я приведу три, наверное, цифры. Первая цифра. Мосты через Днепр, слева на правый берег, порядка 30. Состоят это мосты, это дамбы, по которым проложены весь проезд. То есть невозможно разрушить 30 мостов теми силами, которые есть у Российской Федерации. Мы помним, сколько Россия пыталась разрушить мост через затоку. Трижды или четырежды ракетными ударами. К сожалению, это получилось, но это привело к колоссальным затратам Российской Федерации крылатых ракет. Украина входит в топ-15, по-моему, 15-я страна в мире по протяженности железнодорожных путей. Невозможно разрушить инфраструктуру железнодорожную, так, как это хотелось бы нашим врагам. Невозможно. Да, есть узловые станции, да, есть система управления ЖД-потоками. Да, Российская Федерация имеет доступ ко всему, что строилось при Советском Союзе. Да, конечно. Но, тем не менее, технически это крайне невероятно сложная задача, и теми ресурсами она не решается. Что есть в России. Ну и количество аэропортов, военных аэродромов, аэродромов, извините. Насколько я помню, в Украине их более 40, по-моему, аэродромов, в которых может взлетать украинская авиационная техника для отражения атак. Разрушить взлетную полосу – это невозможные для России затраты военно-технические. Вот это и есть, наверное, ключевое, что случилось с Российской армией. Она шла в прогулочную прогулку на спецоперацию, оказалась втянута в большую войну, в глобальную войну, в которую Россия оказалась не готова. Абсолютно не готова. Ну и фактор, который, наверное, один из важных, отличающих украинскую армию от российской армии. Российская армия – это советская армия. Боевой устав, приказ командования, неспособность менять планы и стратегии. То есть такая, знаете, закостенелая структура. Я дурак. Это то, что отличает советскую армию и чем она отличается от нынешней украинской армии. И вот с этим набором факторов, как в втором анекдоте, они попробовали взлететь. Есть ли какие-то изменения? Что может повредить или помешать Украине в войне? Может ли российская армия улучшиться? Нет, не может. Почему? Давайте ответим себе на этот вопрос. Это важно, потому что сейчас это большая мобилизация, которая идет, наверное, бесконечно. Санкции, режим непоставки России важнейших компонентов, микросхем и санкционная политика поставщиков компонентов для российской армии не позволяют России обновлять военную технику и обновлять свои ракетные... Ключевое сейчас для Украины – это ракетное подразделение и изготавливать те ракеты, которые несут смерть и разрушение украинских городов и форс-фруктуру. Все, что может сделать... Да, вы не сможете переобучить российскую армию, вы не сможете ее мотивировать. Помните, пока лазовится, население должно понимать цель этой войны. Справедливо, несправедливо. То, что пропаганда накачивалась последние 30 лет в отношении Украины, сейчас рассыпала, как карточный домик. То есть, иванные патриоты, которые рисовали букву ЗЭТУСИА на лбук и кричали о том, что Россия в троде, она, как видим, оказалась в Грузии, в Финляндии, в Казахстане, в Монголии. Есть статистика – это сотни, больше 200 тысяч российских мужчин уехали от мобилизации, от этой войны. Они понимают, первое – бессмысленность, во-вторых, им страшно, и третье – не понимают, с кем они воюют. С мотивированной армией Украины, защищающей свою землю, своих людей, матерей, детей. Они сбежали. Может ли Путин завалить трупами Украину, трупами российских солдат? Да, может. Это стратегия России, Советского Союза, во всех мировых войнах. Иногда мне создается впечатление, что Путин сознательно посылает неподготовленных призывников на фронт с Украины, для того, чтобы впоследствии, как он думает, после победы, сакрализировать эту войну и рассказывать о том, что это была очередная, четвертая освободительная война российского народа. Первая была, как помните, 812-го, первая мировая, вторая мировая, вот это будет четвертая. Вот что он делает сейчас. Думая, что чем больше крови будет пролито в войне с Украиной, тем более важной на века будет так называемая победа, как нарисовал себе ее Путин. Вот что сейчас происходит. Но в современном мире это уже не работает. Мир изменился. Цифровые технологии, доступ к информации и ключевая мотивация, а также по Клаузевицу, отсутствие работающего госуправления в Российской Федерации не позволяет рассчитывать на то, что Россия эту войну выиграет. Ни один из трех компонентов в этой войне в Российской Федерации не соблюден. Ни один из этих трех компонентов не подлежит реанимации в этой войне. Поэтому Российская Федерация вынуждена идти до конца, до последнего. И, к сожалению, остаются неконвенциальные способы ведения войны. Это химическое и ядерное оружие. Но я надеюсь, у нас в конце будет время, мы пройдемся по этому тоже вкратце. Возможности и способы таких ударов, такого потенциала ведения войны. Продолжаем. Второе, что происходит в Украине, почему украинская армия является вторым. Вторым не по значимости, а просто в порядке. Это компоненты равные, о чем мы сейчас с вами говорим. Является одним из четырех значимых факторов украинской победы в этой войне. Украинская армия, поддержанная украинским народом, с четкой военной стратегией, имеет все шансы победить в этой войне. Я сознательно сейчас не говорю о госуправлении, потому что в нынешней ситуации государственное управление выведено за скобки сознательно. Насколько я знаю из первоисточников, армией командуют генералы, которые имеют компетенцию, мотивацию управлять. Госуправление в тактических вещах занимает позицию. Генералы вам виднее. Поэтому, когда народ на стороне армии, когда армия защищает свою территорию, когда военная стратегия и тактика отталкиваются от современных способов ведения войны, не от советского, вот этот важный момент, почему я упоминал, чем отличаются способы ведения войны России и Украины. Это способы ведения войны и ответственность командиров за принятые решения. Знаете, вот сейчас в последнее время активно тоже обсуждали тезис касательно войны, когда легендарная вторая армия мира стала мифической, а мифическая украинская армия стала легендарной. Вот это и есть подходы. Мы защищаем свое. У нас есть мотивация, у нас есть цели, у нас есть стратегия, тактика. Мне сложно представить, что может случиться с украинской армией. Мы сейчас переходим очень аккуратно к угрозам, для того, чтобы эта мотивация у страны изменилась. Уже стали крылатыми опять же слова, насколько я помню, Блинкина, на Генассамблее ООН, который сказал, что если Россия захочет прекратить войну, то война закончится. Если Украина захочет или ее заставят прекратить войну, то закончится Украина. Сложно спорить с мотивацией, когда по всем начинают Терамиды Маслова и всего остального, что безопасность является ключевым элементом и компонентом жизни. Когда Российская Федерация посягает на основное, на право на жизнь, не право на государство, на существование государства, это другой аспект. Такие задачи смогли бы решаться политическими способами. Я не вижу, что украинская армия отступит. Ядерный будет удар, тактический ядерный удар или любые другие способы завалить Украину российским необученным солдатским мясом, я не представляю возможным в этой войне, что армия сдастся. Наверное, этот компонент является для многих, может казаться весомым, важным, самым важным. Без него бы не было ничего. Это очевидно. Если бы не было понимания, если бы не было веры, во-первых, солдат своим командирам, это важный аспект. Если бы не было чем воевать, то, конечно же, было бы крайне сложно. Тогда бы, наверное, стратегия украинской армии заключалась в партизанской войне, и насколько наши зрители помнят, американские власти именно такую видели, будущую войну за освобождение, либо иные способы противостояния российской агрессии. Нет, этого не случилось. Воюют армии в большой войне. Наверное, вот этот аспект, то есть, можно сейчас, мы можем говорить о тактике, нас, наверное, еще займет час времени обсуждать нынешние оборонные стратегии, но мы сейчас видим освобождение Харьковской области, мы видим фактически завершившееся окружение лиманской группировки Российской Федерации и фактически выход на границу Луганской области, мы видим продолжающееся давление на Херсонском направлении, мы видим и подразумеваем, что будет еще одно контрнаступление, я думаю, что в ближайшие дни, и мы посмотрим, как оно будет продвигаться, то есть, Украина мотивирована, Украина вооружена, Украина умеет воевать, и Украина не собирается сдаваться, и она не видит способности и необходимости сдаваться, когда речь идет о жизни и выживании. Тогда мы переходим к третьему пункту, правильно понимаю? Да, я думаю, что для наших всех зрителей важна фамилия, у нас очень мало, к сожалению, на украинском телевидении, на всех телемарафонах звучат фамилии украинских героев, у нас знают четыре фамилии, первое, и они крайне важны для понимания украинской победы, я думаю, что эти фамилии будут не только на обложке «Тайм», а войдут во все учебники истории этой войны, естественно, украинской в первую очередь, учебники украинской истории. Это Валерий Салужный, главнокомандующий, это начальник генерального штаба Сергей Шаптало, это Александр Севский, командующий с хопутными войсками, это Кирилл Буданов, главный управление разведки Министерства обороны. Вот эти четыре фамилии, мы все знаем, мы их понимаем, мы их видим, но я уверен, что история этой войны покажет, подсветит, вытащит на свет десятки, если не тысячи, героев, благодаря которым, к сожалению, благодаря смертям этих героев, Украина способна защищаться и защищать свои территории. Я хотел бы, чтобы в Украине наконец-то появился аналог Карлинтонского кладбища, который восемь лет после начала войны в 2014 году ни при каких президентах, ни при Петре Порошенко, ни при Владимире Зеленском почему-то не были доведены до конца. Я видел разные концепции, одна из наиболее для меня оптимальных, то, что я понимаю, правильных концепций с певочи поля в Киеве, которые можно отдать мемориал жертвам и героям этой войны. Я надеюсь, что память об этих людях войдет не только в учебники, в истории, но и действительно останется в памяти поколений. Хотелось бы, чтобы память всем людям была отдана в том числе и таким способом. Двигаемся дальше? Да, конечно. Военно-политическое мы фактически обсудили с точки зрения военной, наверное, больше, мы сейчас говорим о третьем элементе, это внутриполитическая украинская стабильность. Если с двумя элементами нашей победы Российская Федерация вряд ли что-то сможет сделать, она не может забраться с собой, она не может повлиять на украинскую армию, то с другими двумя компонентами это внутриполитическая стабильность в Украине и четвертый, напомню, внешняя поддержка, Российская Федерация предпринимает колоссальные усилия, чтобы изменить эти компоненты и внести разлад, хаос, либо подорвать эти элементы стабильности и нашей победы. Давайте поговорим о внутриполитической стабильности. С чем мы пришли, с чем Украина пришла в эту войну в 26 февраля? Мы помним падающий рейтинг Владимира Зеленского, президентский рейтинг, мы помним возрастающие рейтинги других политических сил, мы помним разговоры о том, что выборы в Верховный раз должны состояться в 2023 году, дискуссия в 2023-2024, восточные президентские. То есть Украина жила в не совсем нормальном, но тем не менее демократическом таком, как всегда в Украине процессе войны всех со всеми при доминировании одной политической силы и попытке остальных политических сил и иных политических акторов и игроков занять свое место потом. Вот с этим мы пришли в войну. Никто не ожидал президента Зеленского никто не ожидал от украинского народа украинской армии того, что они продемонстрировали в первые дни, в первые месяцы войны. Когда мне говорят о том, что любой президент Украины не сбежал бы из Киева, потому что он президент Украины, я не соглашаюсь по причине того, что для этого нужно отдельное мужество и отдельное понимание свое место и роль в этой истории. Поэтому Зеленский не сбежал. И все поменялось. То, чего от него никто не ожидал, случилось. Знаете, когда ты ожидаешь от того, что... Когда ты понимаешь, что, допустим, президент у нас Эйзенхауэр, я условно говорю Эйзенхауэр, он точно не сбежит, как заложенный ответил в интервью Тайм на вопрос Саймана Шустера, я никуда не убегал, у меня война восьмый год продолжается. И тем более ты не ожидаешь подобной реакции от человека, которого три года шельмовали клоуном и так далее. Это много изменило и много отрезвило многие головы, и политические головы, и военные головы, ну и, так сказать, обычных рядовых жителей, которые, в общем-то, ничего от власти, ни хорошего, ни плохого не ждали, а просто жили свою жизнь. Дальше началась очень интересная история под названием консенсус о том, что власть не критикует, о том, что политическая жизнь в стране замирает, о том, что до победы мы живем как будто у нас в стране политика умерла. И по факту политика в Украине умерла. Благодаря телемарафону, благодаря закрытию группы Рената Ахметова, благодаря тому, что существует группы телевизионных каналов Рената Ахметова, благодаря внутренней самоцензуре так называемых эпинион-лидеров, экспертов, политических оппонентов, уже маргинализованных в основном, политической жизни в стране нет. Поэтому фактора, который бы мог внести именно политический дисбаланс во внутреннюю стабильность, на сегодняшний день не предвидится, и я не понимаю, откуда он может возникнуть. То есть, он может возникнуть при одном условии, при каких-то фатальных допущенных ошибках политического руководства страны, именно фатальных. Будь это мирные договора или какие-либо подписания соглашений, которые будут восприниматься политиками и обществом как предательство, за что были эти смерти и как вы могли. Зеленскому и его команде вспомнят все, начиная от его заявления о стоимости дня войны, о непредупреждении о войне, о неверии в войну, много чего вспомнят потом, после войны. Но наша история, политическая жизнь после войны, это будет другая история и другая политическая жизнь. Я бы не хотел сейчас ее обсуждать. Все-таки я хотел бы, если позволите, немножко о том, что вы сказали, политика умерла. Это очень интересный момент, если вернусь ненадолго к этому. Вот знаете, вы сформулировали это как политика умерла, а может быть, я бы с другой стороны посмотрела на это, а может быть, политика стала более зрелой. Потому что ведь очень просто сказать, что вот там политиков нет. Я очень сомневаюсь в этом. Я уверена, что так или иначе украинские политики разных направлений, они очень много работают сейчас и со своим электоратом в том числе. И по-настоящему никто давным-давно уже там это ничего не замерял, и замерять, конечно, не будет. И никакие сейчас там соцопросы ни о чем говорить точно не будут. Но ведь дело в другом. Ведь когда принимается консенсус политический, то это уже о какой-то зрелой политике. Вот мы очень привыкли все как бы отвергать и отсекать, да, там, бритвы и окамы. И сейчас кажется, что только есть одна там политика, которую правит президент. Но с другой стороны, мне почему-то кажется, что мы несколько недооцениваем вот этот фактор. фактор, что многие политические силы, которые пройдут эту войну, они, кто-то выживет, кто-то трансформируется, кто-то не выживет, все будет по-разному. Но я очень сомневаюсь в том, что политика умерла. позволю тут себе вот несколько все-таки усомниться в этом. Смотрите, политика умерла в текущий момент времени. Давайте все-таки это не прозрелость. Понимаете, если бы политическая жизнь в стране носила бы зрелый характер, мы бы имели политические партии, которых у нас никогда не было в точке зрения идеологических политических партий, они бы стали что-то хотя бы строить. Вы же что-то слышали о партии «Слуга народа», об их активностях, кроме каких-то мелких коррупционных скандалов, лоббирования каких-то схем и прочих. Нет политики, нет политической партии «Слуга народа». Есть набор случайных людей с 2019 года, объединенных общими интересами. На сегодняшний день политики нет. Политические маргиналы, вы уж простите за это определение, но политические маргиналы из старой политической тусовки на сегодняшний день так же себя никак не показывают, не проявляют. По причине, по очень простой причине, они по-прежнему не являются и никогда не были идеологическими партиями. У нас нет разделения на республиканцев и демократов, на либаристов и консерваторов. То есть у нас есть политические партии, ориентированные на политического лидера, которые меняют так раз и политическую идеологию по конъюнктуре. Поэтому, когда я говорю, что политика появится после войны, и вот тогда эта политика, она появится совсем с другими персонажами, которых на сегодняшний день мы либо еще не видим, либо те персонажи, которых мы сейчас видим, будут носить другие цвета и другую идеологию. Я все-таки хотела бы вернуться несколько к этой теме, потому что мы редко говорим о внутренней политике. Вот политика это же не только партийное строительство, правда? Это и институты, это и процессы. И в этом смысле вот опасность новых таких проектов, мы же уже их проходили. Поэтому вот тут, когда вы говорите, что вот давайте мы подождем, когда снова появятся новые лица, мне кажется, в этом есть тоже определенная опасность вернуться к прежней какой-то политике. Если бы представить на секунду, что есть другая ситуация, когда Верховный Рад работает, законы принимаются, это политический процесс. Он есть, он не публичный, есть публичная политика, есть не публичная, он есть. Какие-то внутрипартийные вещи наверняка происходят, да, только они перенаправлены, например, помогают фронту, еще там, ну, куча всего происходит, и мы это с вами тоже знаем, да. Вот, поэтому привязка вот политической жизни к тому, что у нас нет идеологических партий, ну, черт с ними, у нас много чего теперь будет по-другому, да, вот, может быть, и хорошо, когда будут создаваться какие-то идеологические политические партии, прекрасно, но если их нет, это же не означает отсутствие политического процесса, ну, если честно. Это как-то вот слишком такое однобокое понимание, вот, и вот эта вот история про новые лица, честно говоря, я просто боюсь ее, я, когда ее снова слышу, я понимаю, что это абсолютно политехнологический ход, который применялся и применялся до бесконечности, и, наверное, будет применяться еще. Извините, что я это, что я это дискутирую с политическим советником, но все равно. Я пытаюсь тогда, если же мы говорим о политике, потому что я бы хотел потом перейти к населению, потому что, опять же, возвращаясь к Луз-Девицу, успех победы это население, вооруженные силы и госуправление. С вооруженными силами мы разорвались, сейчас мы поговорим о госуправлении и вернемся к населению. Когда вы называете Верховную Раду политикой, вы преувеличиваете. Верховная Рада это госуправление на сегодняшний день. Там нет политики. Почему? Потому что фактически субъектность Верховной Рады была уничтожена, наверное, в октябре 2021 года. Она была сознательно подчинена интересам Офиса Президента и на сегодняшний день эта модель оказалась максимально эффективной в состоянии войны с Российской Федерацией, когда законы принимаются в результате боевых действий или под влиянием боевых действий на Франции. Это не политика. Я могу там... Я не хочу приводить Аристотеля, что такое политика. Это все, опять же, мы идем в философию. Поверьте, на мой взгляд, неконструктивно. Украинская реальность и политическая жизнь, конечно, не существует. Но политика как процессы, я их пока на сегодняшний день не вижу. Появится ли политика как процессы? да, по окончании войны. Я позволю себе на впервые не проанонсировать, так некорректно будет, предсказать, поработаем Анастадамусом, каким будет политическая жизнь Украины после победы Украины в этой войне. Я думаю, что будет либо досрочное прекращение полномочий Верховной Рады, если война закончится до лета, либо Верховная Рада Украина окажется самой долгоиграющей в истории Украины и перейдет на 2024 год, но в любом случае досрочные выборы президента и попытка, точнее, не попытка, а необходимость перезагрузки политической жизни в стране с целью, скажу это слово, монетизации, но давайте это не про деньги все-таки, стабилизации и устаканивания политической жизни команды победителей. В итоге Верховную Раду пройдут, на мой взгляд, команды победителей? Кто такая команда победителей? Я сейчас говорю не как технолог и политический эксперт, я сейчас пытаюсь представить, как это видится с холмов банковой. А, это другой вопрос, потому что... С печевских холмов. Я не считаю, что это правильная стратегия, когда я говорил о политических партиях, о выстраивании идеологии и о том, что нужно строить институции, это как раз об этом. Наши политики не повзрослели. И новые лица это не про взрослость, это про новые возможности и старые способности, наверное. так вот, после победы будет сделана попытка перезагрузить Верховную Раду. В Верховную Раду, на мой взгляд, пройдут политические силы Владимира Зеленского. Это будет не слуга народа, это будет команда Зеленского. Давайте назовем это партией Зеленского-Ярмака. Вторая политическая сила, которая будет представлена на Верховной Раде, я сейчас по количеству голосов буду говорить, здесь очень важно. Это партия Сергея Притулы. Давайте на этом остановимся. Вы знаете почему? Александр, знаете почему? Потому что я считаю это, ну, как бы, ну, просто даже, я бы сказала так, работ, это я бы назвала это политтехнологией сейчас, что вы делаете. Людмила, это вы начали, я не хочу обсуждать политику до окончания войны нашей победы. Нет, я имею в виду просто партии, потому что мы можем соглашаться, можем не соглашаться, но сейчас мы делаем то, что делают очень многие социологи, которые показывают сейчас, что никому неизвестные партии вдруг начинают становиться снова популярными и они идут тем же самым путем. И мне, честно говоря, от этого немножко противно, потому что это та же самая игра, когда сейчас вытягивают никому неизвестных людей и говорят, что вот они члены будущего парламента. Вот я бы хотела, если можно, без фамилии. Давайте без фамилии, это самое важное, без фамилии. Так вот, к сожалению, политические амбиции и являются тем элементом внутриполитической нестабильности, которую ожидают наши враги от нас. Это чвары о том, кто пройдет парламент, не пройдет парламент, есть ли конфликт главнокомандующего с верховным главнокомандующим, будет ли партия военных, будет ли возглавлять Буданова или кто-то. Это и есть попытки наших врагов расшатать внутриукраинскую политическую стабильность. Давайте не будем им подыгрывать, вы совершенно правы. Но, тем не менее, это будет предприниматься, и те, кто следят за политическим полем и политической жизнью, видятся достаточно четко и невооруженным глазом. К сожалению, украинская политическая жизнь на банковой подпитывает подобные разговоры и своими действиями, и своими амбициями. К сожалению. Это тоже один из важных рисков, которые могут сыграть против нашей внутренней стабильности. Эти амбиции. Возвращаемся к населению. Внутриполитическая стабильность, да, госуправление. Но давайте все-таки завершим госуправление. Когда вы говорите о том, что есть политика, кабинет Министа Украины, Верховная Рада Украины, политические силы, политические лидеры, политические партии, все подчинены одной цели. Победить в этой войне. Они признают верховенство Верховного Главнокомандующего и его команды. На это можно точно поставить точку. Поэтому это не про политику. Это про консолидацию вокруг одного человека и одной институции. Офис президента Украины. Все ради победы и принято за аксиому, что во имя победы можно отбросить все чвары и прочие разногласия. Дай Бог, чтобы внутренняя ситуация в команде победителей, текущих участников этого процесса не позволила нашим врагам обвинить эту команду в коррупции, в воровстве либо в предательстве. И вот этот момент тоже важный. Двигаемся. Население. Население столкнулось с беспрецедентными вызовами своему существованию. Беспрецедентным никогда за всю историю Украины, независимой Украины за последние 31 год, мы не будем вспоминать УНР и все наши опыты государственности украинской, тем не менее, никто не учил украинское население выживать в таких условиях. Никто не учил население Украины жить под бомбами, под снарядами. Никто не учил население Украины отдавать своих сыновей и детей на эту войну. Поэтому вопрос стабильности и устойчивости, когда население Украины, граждане Украины примут эту войну как неизбежность в одном неизбежность, но с перспективой, это когда украинцы увидят будущее, какой выйдет Украина из этой войны. И это тоже важный момент, кто будет рисовать это будущее, Украина после победы. Какими мазками, крупкими, мелкими, кто будут люди, которые будут показывать эту перспективу, ради чего это все нужно терпеть, ради чего мы боремся. Это первый момент, который, к сожалению, на сегодняшний день является для Украины очень рискованным, потому что то, что нам рисуют в Лугана или что будет рисовать на конференции по рекавери в Берлине в октябре месяце, будет определять, каким видит, в том числе и западный мир и внутриполитическая консолидированная тусовка Украины, будет определять устойчивость Украины, украинцев в это время. Дальше начинаются факторы фактически обычной экономической жизни, то есть цены на энергоносители, холодно, тепло, будет ли электрика, свет, зима, будут ли продукты питания, дорого, дешево, будет ли доверие украинцев к власти, поддержим, не поддержим. И здесь, к сожалению, Российская Федерация имеет инструменты принуждения, инструменты шантажа Украины в этом вопросе. Как мы пройдем зиму, как мы пройдем энергетический и самый сложный за всю историю, наверное, мира, европейской цивилизации, скажем, прямо сейчас, современный, какой мы ее знаем, вопрос будущего выживания, в принципе, для нас. Россия будет наносить удары по энергоинфраструктуре, будет холодно, Господь Бог, наверное, нет такой кнопки, чтобы сделать нам теплую зиму. Попросить мы, конечно же, можем, но какая будет зима, знают только метеорологи, и то, наверное, не все знают их прогнозы. Поэтому в этой ситуации я хотел бы, чтобы украинские спикеры от власти давали не только прогнозы, но и четкие ответы о том, как это будет происходить, какими усилиями, какие риски, и давали больше правды о том, какой будет экономика, о том, какой будет работа, и будет ли эта работа. Потому что, когда мы говорим о доверии к власти, это все те же элементы госуправления, населения, вооруженные силы, метание экономического блока, закручивание гаек, поднятие налогов, снятие налогов, концепция налоговой реформы 10-10-10, либо вхождение во все европейские институции по налогообложению всего, до чего дотянутся руки госуправления, знаете, даже не могу это сказать без, скажем, абсцентной лексики, поэтому это точно не делает Украину стабильной. И вот эта неопределенность с кадрами, которые озвучивают противоречивые месседжи, неопределенность с экономической политикой, которая то создает, то разрушает, не делает украинскую стабильность гарантированной. Четвертое, о чем мы тоже коротко, надеюсь, поговорим, это военно-экономическая политическая поддержка. Запад столкнулся с беспрецедентной войной, на которую он не ожидал заходить. Как мы помним, Запад в широком понимании, коллективный Запад, не ожидал, что Украина сможет сопротивляться, что Украина будет сопротивляться. Никто не ожидал подобного энергетического коллапса, никто не ожидал, что Российская Федерация будет шантажировать ядерным оружием. Этот вызов не только для Украины и украинского народа, но и для всего свободного мира, понимания западных демократий, для всей существования западной цивилизации. Это одна из ключевых причин, почему Украина на сегодняшний день активно поддерживается западным миром. Потому что это не война Украины с Российской Федерацией. То есть это действительно война такого, знаете, большого вселенского зла, который нарушает мировой порядок и делает способным подобные конфликты по всему миру. Это как с ядерным оружием. Многие считают, что Российская Федерация применит это ядерное оружие. Я читал российских разнообразных экспертов, которые практически говорят о том, что да, ну подумаешь, Киев, Украина не страшно, Европа это не страшно, если будет один взрыв. Вот если в США мы ударим, вот тогда будет. Это вы про Федорова и Тренина, да, вот последних интервью? Конечно, последняя публикация о том, что страх ушел, нужно вернуть страх. Вернуть страх, это безумие какое-то. Это ключевой их посыл, конечно, это стоит читать, чтобы понимать то, о чем живут и о чем думают оппоненты. То есть клиническая степень шизофрении, ну так бывает. Они действительно считают, что они и есть русские, они действительно считают, что если они будут наказаны за 30 лет лжи и разжигания зла в мире, то это и есть падение России. Я надеюсь, что в России есть другие люди. Я не про хороших русских, я о людях. Знаете, меня спрашивают, если хорошие русские. Я говорю, нет, хороших русских нет. Есть хорошие люди. Это не по национальности судится, а Российская Федерация судит людей по национальности. Плохие украинцы, хорошие русские. Нет. Так это не работает. Ну, в моем понимании. Поэтому ядерное оружие, любое применение тактического ядерного оружия, давайте, это тоже важный аспект, почему нас поддерживают. Любое применение тактического ядерного оружия, даже там в одну килотонну в пять и не дай бог в сто, напомню, Россия, это 25 килотонн, разрушит монополию девяти стран носителей ядерного оружия на ядерное оружие. Они потеряют то величие и политическую мощь, которую они имеют. Сейчас это эксклюзив, как эксклюзивное что-то, такая эксклюзивная, важная штучка, которая сдерживает другие страны и дает обладателю этой штучки или штучек власти ей, по-моему, 6 тысяч ядерных зарядов, если я не ошибаюсь, преимущество, как она думает, преимущество. Но когда подобная штучка будет у всех, а все захотят ее получить, потому что если только этой войны и результаты, допустим, тактического применения ядерного оружия будут приемлемыми или будут приняты как приемлемыми, тогда табу пойдет. Смена парадигмы и тогда растаскивание ядерного заряда по всему миру и начало новых любых конфликтов в любых частях мира о нерешенных проблем начиная от Индии с Пакистаном и заканчивая целой кучей террористов, которые только и счастливы будут это сделать, просто повернет мир в халп. Поэтому, когда я говорю, что это не война Украины с Россией, я говорю только о таком геополитическом аспекте, эта война затрагивает все пласты мировой системы безопасности, системы стержеки противовеса, того послевоенного мира правил, по которым мир привык жить. Российская Федерация нарушила все правила, нарушила все шаблоны, стандарты договоренноспособности. Это случилось на наших глазах, это случилось с этой политической так называемой элитой Российской Федерации, которая присвоила себе право называться русским. Сможет ли Запад это пережить? Нет, не сможет. Потому что противостояние США и Китая никуда не делось, и это и есть доминирующее противостояние в мире. Это важнейший аспект, почему эта война продолжается, почему эта война имеет шансы перейти в иную форму войны. Давайте я сейчас скажу такую контроверсивную вещь. Знаете, в Соединенных Штатов не получилось рассорить Китай и Российскую Федерацию. Не получилось перетянуть Российскую Федерацию в орбиту скажем так евроатлантических ценностей. Это важное уточнение. Это две парадигмы. Я думаю, работали при разных президентах, работали по-разному, разные задачи были. Но тем не менее, оторвать Россию от Китая была очень важной задачей для того, чтобы не усиливать Китайскую Народную Республику. Так вот, вы знаете, после начала этой войны Россия сама сделала себе характеристь. Мне кажется, что по итогам этой войны Российская Федерация сама отпадет от Китая. Либо Китай от нее откажется. Китай живет по принципу спущусь с горы, возьму все стадо, но потом. А то, что делает Российская Федерация, это сейчас и молодой в кавычках, хотя казалось десятилетний старец должен обладать какими-то мозгами, чтобы не запускать подобное противостояние, не запускать мир в орбиту неопределенности. Поэтому война с Россией для Запада является такой экзистенциальной и по факту Украина получила то, что она получила, выстояв в эти первые месяцы войны. Когда Запад увидел, что Украина способна выстоять, что Украина борется и побеждает, тогда мы получили не все, что мы можем получить, но много из того, на что мы даже не рассчитывали. Поэтому здесь факторы нашей победы и что может помешать нам. Наша внутренняя стойкость, это факторы, что позволяет Западу дальше нас поддерживать. По внутренней стойкости это начинает госуправление, отсутствие коррупции, системы прозрачности и всего остального, что Запад ждет от нас, давая беспрецедентную экономическую финансовую и военную помощь Украине. Запад ждет от нас понимания, что же мы все-таки хотим. Я думаю, что это прозвучит для многих непонятно, но мы же заявили о том, что мы хотим в Атлантическое сообщество, мы хотим в НАТО, мы хотим в Евросоюз. А что мы готовы за это отдать? Вы знаете, в циничном мире слова, я думаю, что наши зрители могут ответить, мы даем своих героев, погибших на войне, мы форпост западного мира, это недостаточно для Запада. На мой взгляд, к сожалению, этого недостаточно. Я думаю, что опять же, возвращаясь к рекавери... Можно к этой фразе прицепиться? Позвольте. Я думаю, что мы услышим претензии и амбиции Запада на контроль, будущее восстановление в Берлине на конференции J7 и Евросоюза, которые будут обговариваться правила, условия, принципы и перспективы. Я рекомендую найти, у меня на Facebook странице есть рекомендации фонда Маршала, где расписаны все условия и концепты, как Запад видит это восстановление. Я хочу отметить, что Украина сейчас сбавила риторику под названием «Техас, сыграя бы только техасца», то есть мы готовы только сами возглавлять, только сами консолировать. Риторика поменялась, и это очень позитивный сигнал. Да, придирайтесь. Очень, очень коротко, я понимаю, что я переберу сейчас, но не могу это оставить без внимания. Вот вы сказали очень хорошую фразу, что Западу этого может показаться недостаточно. Но ведь с другой стороны, нам тоже многое может показаться недостаточным теперь. И дело даже не в позиции политической. Это одна история, так как будет действовать там политикум, это одна история. Но есть другая история, история уже украинского народа, который может задать очень-очень много вопросов и тому же Западу и многим другим внешним игрокам. Почему я так думаю? Я так думаю, потому что это такой момент, когда, знаете, вы правильно сказали, стойкость, когда нация осознает, мы это заслужили. Мы это заслужили и, иными словами, мы теперь сами. И вот этот вопрос достаточно, недостаточно, а кто сказал, что достаточно? Иными словами, а судьи-то кто? А какое вообще право вы имеете нам указывать, как мы должны это делать? Вы нам помогали материально, оружием, очень хорошо. Вы думаете, мы форпост, а мы не хотим быть форпостом, мы хотим быть нормальной страной, которая будет развиваться. То есть, что я просто сейчас набрасываю вот те мысли, которые мне приходилось слышать очень-очень много раз сейчас, в последнее время от очень разных людей, очень разных людей, которые далеки от политики, многие из них далеки от политики. И в этом смысле, не знаю, вот дает ли право Западу вот эта его вся помощь, которую нам оказывает, вообще говорить, что достаточно, а что недостаточно. Потому что мы вот, может, и сами теперь скажем, что нам достаточно, а что недостаточно. И вообще мы сами подумаем, а может, нам и не надо быть членами НАТО, если НАТО вдруг там окажется вот не настолько толерантным. И так далее. То есть я о чем говорю, что вот это право выбора, выбора, наконец-то, может появиться у Украины. Не только, я повторюсь, у украинского политикума, а вот у украинцев. Дорогая цена. Право выбора чего? Всего. Вот от слова всего. Как мы будем, начиная от того, какая у нас будет налоговая система и заканчивая от того, как мы себя вообще видим. Видим мы себя форпостом или не видим мы себя форпостом? Вот как мы хотим развивать свою экономику и как мы ее не хотим? Хотим мы быть промышленной страной или если только хозяйственной? Как мы видим наше восстановление или как мы его там вообще, может быть, по-другому, как мы его не видим? Не знаю. Вот все, что угодно. Теперь уже все. Теперь все обнулено, потому что слишком высокая цена заплачена. Ни одна страна мира за последние годы не платила такую высокую цену. Давайте по-другому. Когда я лично, уж простите, вы интервью со мной берете, когда я увижу, что в украинском политикуме, в украинском гражданском обществе, в украинском бизнесе появятся субъекты, которые не только продекларируют то, что вы сейчас сказали, но и возьмут ответственность за свою страну, за своих граждан, тогда я скажу, да, это лучшая, идеальная модель, которую Украина выбрала в этой войне. Право определять свою жизнь самостоятельно. На сегодняшний день то, что вы сейчас сказали, к сожалению, понимая масштабы личности, которые определяют будущее Украины, не позволяет мне принять это как совершившийся либо перспективный факт, к сожалению. Поэтому на сегодняшний день возможно, что ранее работающие в других институциях, в других странах, в других форматах рекомендации на этапе восстановления либо на этапе перезапуска окажутся более эффективными, чем изобретение велосипеда. Но Украина имеет право самостоятельно после победы определять свою судьбу. Украина заслужила право определять экономическую, военную, внутриполитическую и любую иную субъектность и институциональность. Конечно, да. Я очень хочу, чтобы в украинском обществе появился запрос на людей. Я не про политику сейчас. И эти люди почувствовали свою силу появиться в нужное время, в нужном месте. И не появиться, как черти из табакерки, любой из политических сил, которых мы не называем слух, волон-де-мот, знаете, а показали свою субъектность, презентовав команду людей, структуры и концепцию. Причем не просто на уровне, знаете, написанной книжки, реферата, или как у нас любят показывать некоторых великих экономических и прочих экспертов, а поддержанные и проведенные переговоры с западными донорами, с западными институциями, с партнерами. Потому что я надеюсь, что вы не будете оспаривать, что партнеры в этом противостоянии для нас это западный свободный мир. И без согласования, без денег этого западного свободного мира нам крайне сложно будет заниматься восстановлением. Потому что у нас миллионы беженцев, у нас десятки тысяч погибших, у нас разрушенная структура экономики, у нас разрушена инфраструктура. И мы до конца не понимаем, с чем мы выйдем из этой войны, с какими последствиями для будущего нации, будущего государства. Я думаю, что вот эта дискуссия о том, какое мы право имеем, кто ты тварь дрожащая либо право имеешь, мы будем говорить, наверное, за день до поднятия флага над Кремлем, украинского флага над Кремлем. Вы простите такой аллегории. Сейчас я не хотел бы выступать. Вы правильно меня остановили насчет политических партий и всего остального. Это такая, знаете, бесконечная тема пережевывания политических перспектив и в разных персонажей, но так и здесь с нашей субъектностью. Александр, спасибо вам огромное, огромное, что были сегодня с нами. Мне показалось, что это был очень хороший такой разговор, ваши размышления, поэтому спасибо вам огромное еще раз. Очень рады были вас видеть. Александр Харебин был сегодня с нами на связи, за что мы ему очень признательны. Конечно, мы благодарны вам, нашей спонсорной платформе Патреон. Оставайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова